Если вы хотите расти, вы должны делать что-то отличное от большинства людей. Пожалуй, сегодня это кредо деловых людей и представителей бизнеса Ферганской долины. За несколько лет они освоили доселе неизведанные пространства. Стали не просто занимать достойное место в перечне производителей. Предприниматели трех областей начали постепенно обходить конкурентов по множеству параметров и характеристик. Самое главное, запустив один проект и убедившись в его перспективности, предприимчивые, инициативные и упорные в своем желании быть лучшими, местные бизнесмены тут же принимаются за воплощение в жизнь чего-то нового. Они быстро всему учатся, схватывают на лету гигабайты знаний, навыков и информации. Одной из точек роста регионов стали малые промышленные зоны. Но не только они. В последние годы начали работать такие предприятия, такие производственные мощности, что, глядя на них, технологическое оснащение просто поражает, насколько все продумано до мелочей. И какой у них потенциал? Тысячи, миллионы, триллионы. В графе показателей столько цифр относительно роста предпринимательской активности, что, приведя даже небольшую их часть, можно ненароком, образно говоря, обидеть соседнюю область, в которой цифры ничем не хуже. От общего к частному. И какие задачи перед руководством республики поставил глава государства, чтобы поддержка темпов роста осуществлялась в унисон со скоростью движения по наступательной? Об этом повествует наш комментарий, дополненный точками зрения специалистов. Сегодня мы по праву можем говорить, что Ферганская долина стала эпицентром развития малого бизнеса. Здесь находятся такие компании, как Гавхар Джиллер, Идеал, Ором, Кварт, Свис Аргу, Индорама и другие. Самое главное – это воплощение в жизнь меч многих предпринимателей Узбекистана. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Каждый приезд главы государства в регионы становится катализатором для целых отраслей и направлений деятельности. Что касается предпринимателей, встреча с главой государства придает им мотивацию для дальнейшего роста их деятельности. Начнем сюжет Сандижанской области. Что касается основных показателей, то в прошлом году в области произведено промышленные продукции на более чем 54 миллиарда сумм. Если сравнивать с прошлогодними показателями, рост составил более 22%. Доля промышленной продукции, произведенной в области в национальной промышленности, составила 9,8%. Еще один немаловажный показатель – это объем внешнеторгового оборота и показатели экспорта. Внешнеторговый оборот составил более 4 миллиардов 281 миллиона долларов. Это на 35% больше, чем в прошлом году. А общий объем экспорта составил 1 миллиард 246 миллионов долларов, увеличивший на 27,3% по сравнению с 2021 годом. Вот вам еще один конкретный пример бурного развития предпринимательства. Это предприятие «Элегант Шуз-Н». Шаг за шагом, пользуясь всеми созданными условиями со стороны государства, предприниматель смог превратить маленькую мастерскую в большой полноценный четырехэтажный комплекс. И все это случилось за последние 4 года. Посетив данный объект, президент озвучил главную цель приезда в Аннижанскую область. Цель моего приезда в Шахрихан заключается в том, чтобы рассказать, что мы скоро примем соответствующее постановление по дальнейшему развитию данной сферы. Мы превратим это предприятие в кластер и улучшим условия для вашей работы. И постараемся увеличить вашу заработную плату. Само собой, в начальном этапе были сомнения и неуверенность в развитии предпринимательского отдела в этом направлении. Но сильная и, главное, стабильная поддержка от государства позволили воплотить мечты в жизнь. Основная часть работающих здесь – это представители прекрасной половины. С ними и провел теплую беседу глава государства. Если женщина чувствует себя счастливой, то и общество можно назвать счастливым. Когда появляется уверенность, запомните одну вещь. То есть только тогда, когда у вас будут знания, когда у вас будет профессия, в таком случае вы ни от кого не будете зависеть. На начальном этапе здесь запустили производство 60 различных видов обуви и изделий из кожи. В начале пути, если здесь работали от силы от 10 до 15 человек, то сейчас здесь обеспечены постоянной работой 500 человек. Уже на втором этапе планируется создать еще столько же новых рабочих мест. Итак, каковы сегодня производственные, экспортные и инвестиционные показатели Андижана? До недавнего времени в экономике Андижана значимым был только Асакинский завод. А на сегодняшний день количество стабильно работающих промышленных предприятий достигло почти 10 тысяч. Сегодня современный Андижан является одним из ведущих регионов по экспортным показателям. В 2022 году объем экспорта региона впервые превысил 1 миллиард долларов. Это почти в 5 раз больше, чем за последние 6 лет. Макроэкономические показатели области показывают также положительный рост. Например, за прошлый год здесь произвели промышленные продукции на 30,4 миллиарда сумм. Рост составил 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы же внешней торговли выросли на более чем 12%, чем в 2021 году, составив более 2 миллиардов долларов. Рассмотрим реальное положение дел на примере предприятия Artsoft Keramics в Куасае. Президент, посещая данное предприятие, обратил внимание, что выпускаемая здесь продукция полностью локализирована. Как результат, это положительно отразилось и на себестоимости продукции. На следующий год мы запланировали реализовать еще полторы тысячи инвестиционных проектов, создав при этом более 30 тысяч новых вакансий. На эти цели будет направлено свыше 20 триллионов сумм, а вот линия кредитов и иностранных инвестиций будет составлять более 1 миллиона долларов. В 2022 году S&P Global Ratings присвоила Ферганской области долгосрочный кредитный рейтинг B-Plus со стабильным прогнозом. Это также позволит увеличить объемы иностранного капитала, привлекаемого в регион. В ходе очередного визита глава государства сделала акцент на развитие промышленности. В области на 800 гектарах действуют свободные промзоны. Если говорить на примере этой, то предприятия в прошлом году экспортировали товаров на 100 миллионов долларов. Но и это еще не предел. Если запустить все мощности, учитывая преференции в виде покрытия 70% расходов на логистику, то в будущем удастся существенно нарастить экспорт. Почему президент посетил именно данный объект? Множество предпринимателей сталкивались с трудностями в начале своей деятельности. Раньше в словаре предпринимателей Ферганы не было словосочетания «локализированный продукт». Основное сырье привозили из Китая, Кривистана или же соседних стран. Ну если, конечно же, получалось. Сейчас же лишние волоки-то и позади. Все значительно упрощено. Раньше доля импорта была высокой. Но сейчас, благодаря локализации, данное предприятие уже экспортирует 35% от общего объема продукции за рубеж. Другой пример – это развитие ремесленничества. Потому что это также важный фактор развития частного бизнеса в начальном этапе. В туристическом центре Олтен и Пайк Карван-Сарайе создана атмосфера и быт старинных узбекских домов. Мастера здесь могут делиться своим богатым опытом с молодыми людьми на основе традиций Устол Шогерт. Еще одна фишка данного центра в том, что приезжающие туристы могут своими глазами наблюдать весь процесс создания национальных изделий. Ну а что же это даст на выходе? Новые рабочие места для молодых ремесленников. Возможность получить хорошее знание и изучить ремесло. Это также приведет к улучшению туристического имиджа региона. И, конечно же, к повышению доходов. Наманганская область показал экономический бум республики. За последние пять лет количество предприятий в Наманганской области увеличилось на 15 тысяч и превысило 32 тысячи. А объем продукции, произведенной частным сектором, увеличился в более чем полтора раза и достиг 8,3 триллионов сумм. За последние пять лет производство продукции субъектами частного бизнеса в Намангане увеличилось в 1,6 раза и достигло в денежном выражении 8,3 триллионов сумм. И это самый высокий показатель по республике. Я с гордостью отмечаю, это самый высокий показатель роста. Кто это осуществил? Народ Намангана, преданные своему делу люди. Это результат работы Наманганских предпринимателей. Я хочу в этой связи сказать вам спасибо. Когда я смотрю в глаза предпринимателей Намангана, то вижу искру, луч, желание и веру. Ведь они не просто заинтересованы в своем деле. Без преувеличения можно сказать, что Наманган – это настоящий центр предпринимательства малого и среднего бизнеса. И это истина. Как говорил глава государства, драйвером Намангана являются малые промышленные зоны, и мы должны провести к ним необходимую инфраструктуру и коммуникации. И для этого было выделено 50 миллионов долларов, что помогло ускорить запуск проектов предпринимателей и уменьшить их расходы. В 73 малых промышленных зонах региона реализуются более тысячи проектов. В прошлом году в области было выпущено продукцию на 18 триллионов сумм, 30-35% которой приходится на долю малых промышленных зон. Уважаемый президент, с первых дней, как он стал президентом, начал поддерживать наших предпринимателей. Начал давать им льготы по кредитам, начал их всячески поддерживать. Государство начало бесплатно выделять земли предпринимателям, давать под нулевой баланс здания пустующие, которые никто ничем не пользовался. И после этого я смотрю с удивлением, что неужели в Узбекистане пришли такие дни. И в начале я, конечно, тоже были сомнения, что неужели так все просто, так все легко. Я уехал из Узбекистана из-за того, что никаких возможностей не было заниматься бизнесом. И было все труднее и труднее. Но, да, действительно, это так. Сейчас у нас большие изменения поддерживают наших предпринимателей, поддерживают малый и средний бизнес. И говорят, давай приезжай в Узбекистан, начинай здесь. И я вернулся в Узбекистан. И начал я этим всем пользоваться. И в течение последних четырех лет, представляете, из парня, который продает хот-доги, я построил собственный торговый комплекс за 6 миллионов долларов. Как вы видите, позади меня степь. Смотря на ее просторы, тут даже сомневаюсь, что здесь можно что-то посадить, не говоря уже о застройках. Но взглянем на другую сторону. Посмотрите, предприниматели Намангана умудрились и тут создать крупную производственную площадку на 10 гектарах. Кстати, подобных промзон насчитывается в Намангане более 70. Свою деятельность здесь ведут 46 предпринимателей. Им выделено 10 гектаров. Два года назад эти земли были предназначены для сельского хозяйства. За короткий срок организовали такое предприятие. Государство выделило эти земли на льготных условиях. Нам всячески помогают. Осталось только организовать производство и работать. Для наших гостей построена гостиница. Есть условия и для работников, которые приезжают на работу из отдаленных местностей. Все это сделано за два года. На третьем этаже у нас будет функционировать швейный цех. Сейчас у нас работы обеспечены 50 человек. В планах довести этот показатель до 200. Вот это вот завод производственный. Здесь работает один парень, основатель этого завода. Они производят пластиковые тары для хранения воды. Раньше они с семьей привозили из Киргизстана, Таджикистана, из Ташкента. И в Намангане они продавали эти тары и как-то зарабатывали на жизнь. Потом они обратились. Этот парень, он был студентом второго курса, по-моему. И говорит, а можно мне тоже заниматься бизнесом? У меня есть хорошая идея, у меня есть богатый опыт. Мы с семьей занимаемся таким-то и таким-то бизнесом. Я говорю, почему нет? Они обратились, мы через дирекцию экономической зоны, мы вместе сделали протокол, мы им выделили землю, мы им дали льготный кредит. И они построили этот завод. Сейчас, представляете, за каких-то там полтора года этот парень экспортирует в Таджикистан, откуда он сам покупал, и в Киргизстан. Его продукт намного дешевле, чем он раньше покупал. Промышленная зона Баткамол-Аулот позволила внести достойную лепту в развитие экономических показателей региона и трудоустройству. Наманганская область издревле славилась своими ремесленниками и предпринимателями. Но в каких условиях им приходилось работать ранее? Начинали мы свое дело в 2007 году в маленьком цеху с четырьмя работниками. В последние годы мы значительно смогли расширить свою деятельность. Данный современный электроводяной насос считается экономичным. Производимая нами продукция предназначена для капельного дождевального орошения, а также для больших предприятий и фермерских хозяйств. Все компоненты этого насоса полностью локализованы. Он намного выгоднее, чем продукт, приобретенный у зарубежных производителей. Раньше наши предприниматели как работали? Они так работали скрытно, не особо ничего не показывали. Хоть и хорошо зарабатывали, но они ездили на Спарке, на Матизе, на Лос-Эти. А почему так происходило? Раньше, честно говоря, все боялись. Все боялись чего? Что раньше, если ездить на какой-то хорошей машине, сразу же возникали какие-то трудности и допросы со стороны некоторых служб. Сейчас же, на встрече тоже с президентом, наш один предприниматель сказал, что у него товарооборот 120 миллионов долларов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наши предприниматели уже доверяют государству, уже ничего не скрывают. И один наш молодой тоже предприниматель сказал, что работать нелегально – это невыгодно. Действительно так. Раньше, если на счет попадали деньги, чтобы обналичить, мы платили 18% сверху или 20%. Иногда достигал до 30%, смотря какая сумма. Если у меня на счету 100 миллионов сумм, мне на руки давали 70 миллионов сумм. 30 миллионов, которые я там год зарабатывал, это просто уходило куда-то там. А сейчас как? А сейчас один в один. 100 миллионов хочешь вытащить из компании, 100 миллионов вытаскиваешь. Никаких проблем нет. Давайте подведем итоги. Плотность населения в Ферганской долине высокая. Эффективно пользоваться каждым клочком земли. Это вызов и мотивация одновременно для жителей Ферганской долины. В перспективе, конечно же, ожидается, что в регионе будет расти малый бизнес. И она останется одним из главных точек роста. И ввиду развития транспортных коридоров в ближайшем будущем Ферганская долина может стать бизнес-хабом в Средней Азии. Тем более для этого соседним государством решены вопросы пограничного характера. А от предпринимателей требуется только лишь упорный труд и максимальная самоотдача. Продолжение следует...